К нашему эфиру присоединяется Максим Яли, политолог, международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Максим, много новостей. Максим, вот издание Гардин опасается, что саммит может стать свидетельством того, что группа БРИКС, на экономику которой приходится четверть мирового валютного продукта, совершит, цитирую, четкий антизападный поворот. По поводу антизападного согласия, но насчет четкого поворота, учитывая серьезную экономическую зависимость стран БРИКС от Запада. Возможно ли это? Ну я бы, точнее, в первую очередь зависимость питания от лидера БРИКС, крупнейшей экономики, которая как раз пытается выставить такую новую альтернативу G7, зависимость от американской, от европейской экономики, это их крупнейшие торговые партнеры. Поэтому, естественно, играть самостоятельную игру без заглядки на Запад, тем более противоставлять себя сложившемуся международному экономическому порядку с претензиями на создание новой геополитической оси, как уже звучали заявления, я бы, скажем так, слишком рано говорить о том, что это реально. То, что есть определенные предпосылки, и в принципе, особенно на протяжении последних лет, и тем более уж после начала полномасштабного вторжения России в Украину, естественно, связи с Китаем, в первую очередь, тоже Россией и других стран, они увеличиваются. То, что многие страны, та же Саудовская Аравия, страны Персидского залива, которые также хотят присоединиться к БРИКС, те же Объединенные Арабские Эмираты, к примеру, это говорит о том, что они ищут альтернативу и пытаются адаптироваться к новой реальности. Но, в первую очередь, у них сугубо экономические интересы, потому что, к примеру, у страны Персидского залива, для них уже номер один рынок сбыта – это Китай. Этим все и объясняется. Но то, что они перейдут на торговлю даже в юане, не говоря уже о рублях, верится с трудом, потому что это невыгодно, и, как мы знаем, китайская денежная единица, она не является свободно конвертируемой валютой. Пекин на протяжении десятилетий искусственно манипулировал с процентной ставкой, как раз для того, чтобы их экспорт был максимально выгодным. И когда у них были определенные экономические проблемы внутри страны, они легко его корректировали. То есть это не свободно конвертируемая валюта, ее невозможно свободно приобрести, не говоря уже о масштабах. Так что прогнозы о том, что юань станет новой мировой резервной валютой, заменит доллар, ну а эта организация станет реальной альтернативой G7, к примеру, это слишком преувеличено, потому что, в отличие от G7, как правильно у вас тут в сюжете было отмечено, эти страны слишком различны по идеологическим, культурным основаниям, и их объединяет только, я бы так сказал, самая большая смазка, я бы так сказал, этой системы, это нелюбовь к Америке, антиамериканизм. Но большинство из этих стран очень хорошо умеют считать деньги. Тем более, если мы берем государство, которое находится ближе к Соединенным Штатам, страны Латинской Америки. Да, лидеры, пользуясь, как я уже сказал, сильным антиамериканизмом внутри стран, могут делать подобные инициативы, заявления, даже присоединяться. Они получат в этом определенный вид дешевт, тем более, как вы знаете, там есть банк основную массу, который обеспечивает именно Пекин, то есть они могут получить дешевые кредиты, Китай этим славится, но для этого даже не обязательно присоединяться к этому объединению. Поэтому все эти заявления, подчеркну, это лишь отголоски обострения американо-китайских отношений, которые наблюдаются на протяжении последнего года. Ну и уже в зависимости от страны, региона, там делаются свои акции. И вот знаете, интересно, ведь инициатива появилась, чтобы дипломатия, саммит БРИКС, каким-то образом включилась в тему войны России против Украины. В каких аспектах может все-таки это произойти? И может ли, не пустые ли это заявления и предложения? И пристанут ли на это предложение другие участники БРИКС? Инициатива подобная может быть даже из тех стран, которые официально являются соучредителями этой организации. Китай предложил свой мирный план, который не удовлетворил Киев. Киев также посещали лидеры африканских стран, возглавлял делегацию президента Южноафриканской республики, который также является членом БРИКС. То же самое, он близок к китайскому, но также не нашел откликов, потому что там нет требований только в китайском выведения российских войск территории Украины до начала переговоров. Поэтому они, я бы так сказал, они между собой пересекаются. те же, ну ладно, я не буду выражение известно озвучивать, но то есть, в принципе, ничего нового. Да, могут быть какие-то консультации, обсуждать какие-то отдельные пункты, но опять же, на этот саммит не был приглашен даже президент Зеленский. Но о чем они могут обсуждать? Они могут обсуждать лишь там китайский план, к примеру, как основной, учитывая лидирующее положение Китая в организации. Китай может также заручаться поддержкой отдельных стран в обмен на какие-то экономические преференции, для того, чтобы повысить свой дипломатический статус, продемонстрировать, что ведущие страны экономики, развивающиеся экономики, также больше, скажем так, склонны к принятию именно китайского плана. Но любые все подобные инициативы, без согласия Украины, они лишены права на успех. А тем более то, что Соединенные Штаты являются главным, ну не сказать спонсором, оказывающим государством, оказывающим наибольшую военную финансовую помощь. Естественно, на подобные инициативы там, мягко говоря, смотрят и с коса, и уж точно по дипломатическим каналам, уже наверняка передавали свое неудовлетворение подобным планам. Но это было озвучено публично, так что дальше переговоров, разговоров, в заголовках СМИ, причем достаточно в краткосрочной перспективе, пока на данный момент и перспективы не имеют. Ну, некоторый нюанс. Как может повестка, на повестку саммита повлиять тема Украины? Ну, хотя бы вот в отношении, в аспекте продовольственной безопасности, учитывая, что среди участников саммита много представителей глобального юга. Вот именно эта тема в контексте украинском может каким-то образом повлиять, но вот у нас еще, получается, остался завтрашний день деятельности саммита. Продовольственная безопасность и саммит БРИКС, если вкратце. Ну, продовольственная безопасность, естественно, будет главной темой обсуждения в контексте российско-украинской войны, потому что абсолютно большинство стран в полномасштабное обсуждение, да и после, во время действия зерновой сделки, импортировали украинское зерно, и Россия как ни пытается, она не может заменить это зерно какими-то небольшими подачками, как это было на форуме африканских стран в России, о чем даже в открытую заявили представители африканских государств, тот же президент ЮАР, что нам не нужны подачки, лучше возобновить действия зерновой сделки. Вот здесь переговоры наверняка будут, и есть информация о том, что вроде как и Эрдоган собирается в Пекин лететь, обсуждать как раз зерновую сделку, и может появиться такой серьезный урок, как Китай. Да и нужно понимать, что Китай крайне зависим, но он экспортировал значительную часть украинского зерна, даже во время действия зерновой сделки, он был едва ли не самым крупнейшим импортером украинского зерна, а до начала полномасштабного вторжения и подавно. Это в целом блокировка зернового коридора, она негативно сказывается на ценах мировой, касается абсолютно всех государств, поэтому абсолютно все действующие страны, и уже входящие в союз, и желающие к нему присоединиться, к этому объединению, заинтересованы в том, чтобы зерновая инициатива вновь заработала. И я уверен, также будут искаться пути решения этого вопроса. Страны БРИКС договорились о расширении блока. Как пишет Ройтерс, этот пункт занял первое место в повестке дня саммита, который проходит в Йоханнесбурге. Все члены БРИКС публично выразили поддержку расширению блока, а ранее сообщалось, что более 40 стран хотели присоединиться к БРИКС, и 23 официально обратились с просьбой о вступлении. И вот в этом контексте вопрос. Члены БРИКС декларировали уменьшение зависимости от доллара. Может ли это стать увеличением зависимости от юаня? И вот эти цифры о вступлении, могут ли страны, которые заявили о вступлении, быть, так сказать, зависимыми от Китая? И в скором времени вот это расширение приведет, расширение имею в виду БРИКС, приведет к созданию некого фан-клуба Китая? Ну, я бы так не сказал. Понимаете, список этих стран, если полностью анализировать, не хватает, не хватает программы точно. У каждого свои интересы и разный уровень зависимости, либо созависимости. Ну, даже, к примеру, Россия является главной бензоколонкой Китая на данный момент. То есть, в принципе, лидирует по уровню закупки российской нефти, особенно после начала полномасштабного вторжения. И, в принципе, там есть на что менять. Рубли, юани, товарооборотом 200 миллиардов долларов. Иран там тоже продает свою нефть и покупает много продукции, в том числе двойного назначения у Китая. То есть, там также есть на что менять. А если товарооборот абсолютно разный и в односторонном порядке, учитывая, что, как я уже заметил, юань на данный момент не является свободной конвертируемой валютой, это не будет им выгодно. Да, покупать они могут, а продавать свое, то есть, в принципе, тут уже будут издержки. Поэтому нужно рассматривать каждую страну отдельно. То, что Китай пытается увеличить свою роль не только на экономической мировой арене, но и конвертировать его в политическое, геополитическое влияние, это однозначно и очевидно. Это наблюдается особенно на протяжении последних пяти-шести лет. Ну и, в принципе, задача этой такой амбиции, стратегии Китая, программа «Один пояс, один путь», где он строит глобальные инфраструктурные проекты, в первую очередь для того, чтобы обеспечить свой экспорт куда? Все-таки в Европу, как главный рынок для него. Говорит о том, что все-таки Китай понимает, что продавать свои товары богатым государством намного выгоднее, чем оказывать материальную, финансовую, гуманитарную помощь для того, чтобы подтянуть, повысить свой статус на мировой политической арене. Поэтому нет, вся эта дружба, знаете, она заканчивается только очень быстро после того, как Китай либо перестанет давать отдельные пряники, либо Соединенные Штаты активизируются и предложат больше, что они, к примеру, делали недавно, когда гостсекретарь Блинкен летал в страны Средней Азии, где Китай также очень сильно инвестирует в инфраструктуру. Поэтому то, что мы видим, планомерное нарастание, пока это еще конкуренция, в первую очередь в экономической сфере, это да, то, что оно может перейти в геополитическое противостояние, об этом все прекрасно знают и все мировые СМИ обсуждали, когда Нэнси Пелоси, ну вот буквально год назад, в августе прошлого года, летала на Тайвань. То, что этот вопрос не решен, и то, что Китай рассматривает вариант его решения военным путем, очевидно, а для этого ему необходимо уже сейчас укреплять свои тылы и на дипломатическом фронте в преддверии решения этого вопроса, который, по прогнозам многих экспертов, в том числе китайских, может быть в 2025-2027 год быть решен, в том числе военным методом. И вот тогда все эти приготовления Китая очень даже понадобятся, потому что будут дебаты в ООН, будут попытки санкций внедрения, поэтому заручиться надежными партнерами, которые не будут вводить против него санкции, Китай пытается заблаговременно и расширяются в том числе именно для этого и БРИКС. И вот по поводу расширения, все-таки хотелось бы здесь остановиться несколько детально уже в завершении нашего сегодня с вами диалога. Иран и Венесуэла являются потенциальными новыми членами БРИКС. Напомню, что они и под санкциями, и в такой себе дипломатической изоляции находятся. И вот в вашем представлении каким-то образом коррелируется приглашение или вообще потенциальное членство вот этих двух стран и те амбиции, которые ставит перед собой БРИКС. Складывается такое ощущение, что амбиции, которые заявляются в мир, о том, что БРИКС будет какой-то альтернативой, развиваться и так далее, как будто бы они сами в это не верят, когда совершают вот такие шаги. Вот вы две страны назвали, да, Венесуэла и Эта. Что их объединяет? Они являются крупническими экспортерами на мировой рынке. И главным их покупателем является как раз Китай. То есть вот, условно говоря, Китай подтягивает в свой экономический союз государство, где у него есть национальные интересы. А энергетическая безопасность это основа основ, основа экономического роста. Именно с этим и связано. То же самое касается этих двух государств. Они объединены тем, что против них Запад, Соединенные Штаты на протяжении уже многих лет придерживаются санкционного давления, серьезного санкционного давления. И поэтому в таких условиях тот же Иран со значительной скидкой был лидером по скидкам по продаже своей нефти в Китай в обход санкций. То же самое касается Венесуэлы. Поэтому тут сугубо экономические связи. Ну а то, что эти государства, естественно, в идеологическом плане на одной стороне с Китаем, это очевидно. Так что, в принципе, это такая формализация экономических, политических союзников под одним крылом. И тут, да, действительно, безусловно, количество стран, которые резко противостоляют себя Соединенным Штатам, коллективному, Западу, оно растет. И можно сказать, что это такой вот клуб, если не государство, которое уже под санкциями, но которое имеет перспективы, либо имеют серьезные противоречия Соединенным Штатам, либо не согласны просто со своим геополитическим, геоэкономическим статусом и пытаются таким образом его усилить, свою роль, свой статус, присоединившись к единственному государству, которое имеет потенциал бросить не только экономическое, но и геопатическое, то есть вступить в борьбу с Соединенными Штатами за экономическое, геопатическое лидерство в мире. Спасибо, Максим, за вашу оценку. Напомню, гостем нашего эфира был Максим Яли, политолог-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Продолжение следует...